добрый день друзья пока все подключаются я сегодня с двумя телефонами потому что я одна хочу посмотреть как меня видно тогда вижу-вижу-вижу меня хорошо видно и еще напишите мне пожалуйста или меня еще и слышно небольшая зиме . проверяли техническую часть и начинаем работу добрый день добрый день добрый день видно и слышно видно и слышно прекрасно ну что друзья меня зовут и на моем инстаграме можете меня найти как имя вот я надеюсь все на мне подписались я организатор этого марафона марафона существует уже очень давно я очень-очень люблю кондитерское тело для кого-то это профессия для кого-то призвание для кого-то это хобби для себя я определила как свое призвание я развиваюсь в этом направлении с этой целью я и создала свой марафон сюда приглашаю лучших экспертов у многих с которых я уже училась мы проводим какие-то мастер-классы и в этом сезоне а я впервые провожу свой мастер-класс сегодня мы будем поднимать такую очень важную тему на которую особенно новички многие они обращают внимание эта тема бисквита сколько я не покупала рецептов даже каких-то знаменитых кондитеров в основном есть рецепт бисквита но как бы мы не правильно не приготовили торт какая бы там супер вкусная начинка не было при неверной текстуре бисквита этот торт будет невкусным неинтересным он не понравится заказчику поэтому я считаю что этой теме нужно уделить особое внимание и если даже я когда-нибудь буду запускать какие-то свои курсы первый курс будет посвящен именно бисквит сегодня поговорим про теорию бисквита приготовим клубничный бисквит и позадаем друг другу вопрос может что-то будет непонятно сейчас и посмотрим может быть у кого-то возникли вопросы и приступим у нас сегодня я смотрю так много человек не очень приятно если не будет никаких технических завоев и он детях не будет эфир будет сохранен записи поэтому долго не буду томить мы приступаем к приготовлению к теории и кто присоединяется позже посмотрим записи еще раз настраиваем вот здесь мы собственно говоря будем готовить наш бисквитик ну что теория бисквита она на самом деле тяжелая тема потому что какую-либо информацию тяжело найти я изучала эту тему у профессионалов я изучал эту тему по учебникам по которым готовят профессиональных кондитеров для больших производств на самом деле информация разница и для себя я определила какие-то общее правило и вот с них начну теорию бисквита я разделяю на три основных блока это блок посвященный ингредиентам подготовки дозировки ингредиентов блок посвященный замесу теста и отпекание и хранение бисквитом ну что приступим к ингредиентам и самое первое самое главное бисквите это конечно же яйца яйца мы используем с 1 вообще в кондитерском мире по молчанию любой рецепт это используется яйцо с 1 непосредственно бисквите это очень важная составляющая потому что в яйце с 1 самая наилучшая пропорция отношения белка жутку например в цену и яйцах там в белке очень много воды поэтому используется с 1 непосредственно перед применением его нужно обработать есть уже чисто яйца продаются поэтому обращайте на это внимание особенно если вы готовите на заказ это очень важно следующий ингредиент это мука и вот здесь многие не обращают внимание на муку но на самом деле надеюсь каждый кто-то из вас слышал что бисквите используется легкая мука для того чтобы бисквит был легким пористым воздушным но если вы замечали если взять очень легкую муку то бисквит как бы дает усадку оседает потому что в легкой муке слишком малое содержание клейковины то есть нам важно чтобы клейковины было не слишком мало но не слишком много чтобы бисквит был воздушный пористый но в то же время удерживал свой каркас свою форму чтобы она была упругая и при отпекании при хранении при охлаждении не оседала низку кожи бисквит у меня такого много раз было что после отпекания бисквита он как будто уменьшается в размере после формы поэтому обращайте внимание самая лучшая мука это мука с содержанием белка 10-11 грамм не меньше содержание белка можно посмотреть сейчас покажу вам на примере содержание посмотрите у нас была русская используя бисквитов такую муку италийская премию здесь на пачке написано содержание белка 10 грамм это то что нам прекрасно подходит усыкненный вариант в россии есть такая мука как французская штучка очень хорошая для бисквитов здесь тоже содержание белка на пачке у нас написано 10 и 1 грамм прекрасно подходит нам а ну еще могу сказать что французская штучка либо вот такая мука конечно самая лучшая характеристика которая нам нужна для для муки в бисквите это непосредственно содержание клейковины но производитель на пачке не пишет такого такой характеристики и можно посмотреть только в спецификации от производства некоторые спецификации можно найти можно найти в интернете который запросить у поставщиков но это такая уже более сложная характеристика если вы готовите на больших производствах и вам действительно важно какое сырье вы закупаете но для каких-то мелких домашних производств вам достаточно будет характеристики содержание белка 10-11 грамм еще что касаемо муки иногда в бисквитах часть муки заменяет на крахмалы чаще всего это 10 11 процентов от общей массы муки но не более 25 процентов что дает нам крахмал крахмал он обладает очень очень хорошими свойствами во первых он обладает гелеобразующей характеристикой наш бисквит а бисквит это сама по себе эмульсия приобретая такую более гелевую более плавную структуру он хорошо удерживает вообще корпус он облегчает мякиш придает такой очень нежный вкус мякишу но вместе с тем я крахмала не очень люблю использовать а виду того как у него есть такая скажем так очень серьезная обратная сторона наши крахмалы они забирают слишком много влаги у бисквита и если сегодня мы используем бисквит клубничный а это дополнительная влага то есть здесь мы можем пожертвовать каким-то действием влаги то бывают бисквиты где четко ну четко содержание пропорция влаги если крахмал заберет лишнюю влагу наш бисквит быстро начнет черстветь и это не самая лучшая характеристика потому что многие работают на заготовках бисквита это очень важно поэтому чтобы у нас не затвердевали черствели диск бисквит и не давали лишнюю влагу крахмалы я использую очень редко то есть достаточно нам просто муки средним содержанием клейковины или 20-24 процента переходим дальше мы отталкиваемся от классического бисквита то есть начнем с таких ингредиентов это следующая характеристика это сахар и тут очень важно вообще если касаться классического бисквита наш бисквит любой человек можно создать скажем так рецептуру бисквита этот бисквит разработала я сама зная простые характеристики например классический бисквит строится на такой базе нам нужно две части одна часть муки одна часть сахара если сбить яйца с сахаром добавить муку вот вам уже готовы бисквит больше ничего не нужно а а уже все остальные составляющие мы убираем жертвуя какими-то ингредиентами так вот сахар почему важен сахар почему его ни в коем случае нельзя уменьшать потому что сахар это плотный гель он если смешать яйца с мукой плотного геля не получится получится просто какая-то такая затянутая субстанция затянутое тесто а нам нужен плотный гель вот именно при растворении сахара яйца хлеба белки мы получаем этот плотный гель и он дает плотную структуру бисквита плотную структуру при аэрации яиц обратите внимание если просто взбить яйца без сахара то пузырьки они не плотные они быстро лопаются и если ввести туда еще какие-то дополнительные ингредиенты то мы жертвуем большим количеством кислорода которым мы изначально убиваем яйца поэтому сахар очень важно следующий ингредиент такого из крупного начнем это здесь у меня уже молоко и сливочное масло я их заранее растопила можно в микроволновке можно просто в сотейнике почему я делаю это заранее потому что мы вводим нашим такие жидкие ингредиенты а непосредственно жиры и молоко в при температуре не более 45 градусов потому что при повышенной температуре мы жертвуем опять же нашим кислородом наш кислород пузырьки большой температур они просто будут лопаться нам этого не нужно поэтому мы растопили и охладили до 45 градусов вот я просто ставила при комнатной температуре и будем водить что дает молоко молоко это жидкость которая нам нужна она размягчает мякиш становится делать его более упругим ароматным а масло это жир это вкус это аромат это дополнительное обволакивание сливочное масло обволакивает каждый наш пузырик и при выпекании он как бы жир как бы защищает наши пузырики от лопания скажем так он дает нам дополнительную растяжимость белка при нагревании вот масло молоко используем два с половиной тире три шесть процента жирность это будет достаточно масло всегда восемьдесят два и пять в кондитерском мире тоже запомните существует только один процент масла это восемьдесят два и пять процента если вы обратите внимание то на упаковках сливочного масла даже не пишут например что если это там допустим 72 процента даже не сливочное масло это крестьянское если там 60 это уже сладко сливочное поэтому прощайте сливочное масло это только восемьдесят два и пять процентов отставляем остались у нас уже мелочи это разрыхлитель разрыхлитель у нас бывают тоже разные поэтому для себя определите фирму которая вам наиболее подходит и всегда для того чтобы ваш результат был стабильный используйте один и тот же разрыхлитель почему разрыхлители бывают разные потому что в разрыхлителе есть две составляющие это первое либо гидрокарбонат натрия либо гидрокарбонат калия и какая-то кислотная составляющая то есть простым языком примерно плюс-минус это сода и кислота которая гасит есть разрыхлители которые срабатывают на 40 процентов при замесе тесто на 60 процентов при выпечке есть которые срабатывают на 70 процентов при замесе на 30 процентов при выпечке на самом деле эти характеристики нам особо знать не нужно на упаковке не пишут какой гидрокарбонат калия либо натрия используют просто выбираем приемлемый для себя разрыхлитель которым вы пользуетесь на котором вас наилучший результат и используем всегда именно его я использую доктор отхер мне он очень нравится он продается и в больших упаковках поэтому можете ориентироваться и на такой наш разрыхлитель а ну конечно еще очень важную составляющую разрыхлителя что он нам дает разрыхлитель не образует пузырьки запомните это очень важно разрыхлитель расширяет уже готовые пузырьки то есть мы аэрируем яйца набиваем их пузырями а при выпечке разрыхлитель их растягивает поэтому а если мы недостаточно спили яйца разрыхлитель 3 как бы растягивание пузырька уже будет просто лопаться поэтому хорошо вам яйца что у нас были хорошие плотные пузыри и дополнительно подстраховываем себя разрыхлителем особенно это касается бисквита потому что вы видели бисквиты и без разрыхлителя, но особенно это касается таких, скажем так, более высокорецептурных бисквитов с высоким сдержанием жиров, сахара, каких-то романтических добавок. Нам нужно помогать бисквиту подниматься. Следующие две составляющие мы будем использовать конкретно в этом бисквите, это соль и лимонная кислота. Никогда не пренебрегайте солью, потому что у соли есть несколько, очень важных функций, что касается бисквита. Первая функция, это, конечно же, вкус. Соль, она уравновешивает сладость бисквита, придает особый пикантный вкус и аромат. Второе, наша соль при замесе, естественно, растворяется в бисквите, а при выпечке она испаряется и поднимается наверх, ввиду чего у нас образуется такая коричневая красивая корочка у бисквита. И эта корочка помогает, точнее препятствует проникновению в бисквит каких-то патогенных микроорганизмов. То есть, попросту говоря, соль это дополнительный консервант в нашем бисквите. И еще одна очень классная функция соли, это как бы основная функция, если основная функция яиц это аэрация, то есть, ну, они набухают, а соль помогает. Это как бы химический аэратор, скажем так. Она солью яйца будет сбиваться гораздо лучше. Поэтому три важных функции, запомните это и не прибегайте. Есть рецептуру без соли, но если в рецептуре есть соль, обязательно ее добавляйте. И лимонная кислота. Тоже в нашем бисквите она может служить в качестве двух функций. Тоже помогать белкам сбиваться, а мы ее используем сегодня немножко для другой цели. Сегодня мы готовим клубничный бисквит, и чтобы клубничка не потеряла свой цвет, видите, какая она яркая и красивая, мы в нее будем добавлять лимонную кислоту. Что касается ингредиентов, мы закончили. То есть, сегодня коснулось только тех ингредиентов, которые мы используем. Бывает, в бисквите используются какие-то ореховая мука, но это уже дополнительная клетчатка, в ней уже нет никакой клейковины. Это просто вкусоароматическая добавка. Сегодня в качестве вкусоароматической добавки у нас будет выступать клубника. Вот, кстати, про клубнику как раз и не рассказала. Клубнику я использую замороженную, сейчас не сезон. Самое главное, чтобы она была вкусно и ароматно. От этого, ну, в конкретно данном бисквите зависит весь результат. Нам нужна вкусная, классная, ароматная клубника. Буду я ее оперировать непосредственно, видите, достала за час из морозилки. Она должна быть слегка подмороженная, но еще не растаявшая, потому что талая клубника, она дает слишком много жидкости. Нам это сегодня не надо. Итак, приступим к следующему теоретическому блоку. Это замес теста и непосредственно на примере будем готовить сам бисквит. Что касается замеса теста. Само бисквитное тесто это своего рода эмульсия. Нам нужно приготовить эмульсию. Эмульсия это, это, скажем так, максимально однородная, максимально однородная, как это даже правильно вам сказать. В общем, это смесь жиров и жидкостей максимально промешанная и однородная. Но в бисквите, скажем так, трехфазная эмульсия. Это нужно запомнить. Здесь участвуют жиры, здесь участвует воздух и здесь участвует жидкость. Вот нам для более правильного приготовления эмульсии сегодня у нас не совсем простой технологический процесс, поэтому оставайтесь, будет очень интересно. Начнем приготовление эмульсии мы непосредственно с яиц. Вообще в более-менее классических бисквитах я яйца никогда не разделяю на желтки и белки, потому что плюс-минус результат получаются одинаковые, просто это трата времени. Но для более правильной эмульсии сегодня у нас много вкусоароматических составляющих. Сегодня мы будем разделять желтки и белки. Для желточков мы берем стакан, потому что их у нас будет небольшое количество. и желтки, перепутала, простите пожалуйста. Белки отправляем в дежу, желтки отправляем в стаканчик. Еще не сказала очень важный момент, все ингредиенты, компенс температура. Для наиболее быстрого результата можно еще нагреть наши яйца продукты до 55 градусов не больше, тогда процесс идет намного быстрее. Но сегодня мы не торопимся, скажем так. Ну, у кого, конечно, эти кухонные мыши на кем будут, можете выставить на белках температуру, это тоже будет очень хорошо. Если в меренге мы следим, чтобы ни в коем случае ни одна капелька желточка не попала в белок, то здесь нам не очень важно, потому что все равно в конечном итоге мы будем соединять банки и желтки. Так, разделили наши яйца. Теперь в белочки мы добавляем соль, здесь буквально одна шкоточка соли, и в белочки мы добавляем сахар, причем просто часть сахара, ну допустим две трети сахара от общей массы. Сейчас будет немного шумно, поэтому я скажу, что у нас должно получиться, и включу машину. Должно у нас хочется, покажу вам машинку, чтобы вы видели, что происходит. Сейчас мы взбиваем белки, мы взбиваем белки с сахаром, но не для доплотного геля, а до, скажем так, мягких пик, потому что в плотный гель нам будет тяжело вводить остальные ингредиенты. Нам достаточно мягких пик. Включаем. Все, что сначала маленькая скорость, все, что все сушалось. На это уйдет не слишком много времени, поэтому потерпите, пожалуйста, шум, а мы приступаем к желткам. В желтки мы добавляем остальную часть сахара, а пока что приготовим нашу клубничку. Честно говоря, я забыла про нее. Никогда не добавляйте сахар к желткам заранее, потому что в этом случае желтки будут быстро пистолизоваться, будет образовываться такая плотная корка на поверхности желтка. Сегодня я это сделала, но вообще имейте в виду, сначала нам нужно сделать пюре. Берем блендер. Гburку в фильме Гburку в фильме я стараюсь приготовить пюре клубники немножко заранее а я его не потому что показать вам как я это делаю чтобы у нас не было резкого перепада температур потому что молоко с маслом мы используем температуры 45 градусов я из вас комнатной температуры а пюре вот видите пока что очень холодное поэтому имейте виду пюре готовим немножко заранее чтобы она нагрелась до конкурс если честно уже аромат такой классный наша задача сохранить этот аромат и теперь пристан к тому что я расскажу почему мы готовим сначала почему мы готовим а бисквит развяжутки пилки для более для более сильного аромата кубники мы знаем что жиры это прекрасный проводник вкусом и аромат поэтому желток это наша жирно составляющим яйца поэтому мы будем смешивать нашу клубничку с жутком для этого вы и сейчас я поставлю немножко подогреться на шкурой чтобы не было резкого перепада температуры ну пока шумно начинаем взбивать сахар с жутками лучше всего это делать в стакане потому что небольшое количество желтков в маленькой таре вам быстрее сбывается вот так вот так Продолжение следует... 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 ну смотрите не совсем устойчивый клювик но можно было бы еще и поменьше и взбивать вот он такой шатается немножко видите такой болтается ну можно было даже еще меньше цеплевать этого результатов достаточно кишечка не подводи меня пожалуйста объединять массы здесь буквально объединение под мешаем не взбиваем просто под мешаем по цвету будет хорошо видно вот какой аромат вот что у нас получилось такая вот ароматную эмульсия я не знаю передает камера цвет или нет но это уже красивая тоже красивый цвет и сейчас медленной струйкой мы вливаем на взбитый белок видите белок чуть-чуть перевзбился и уже тяжело вмешивается потому что он слишком такой плотный все-таки немножко дольше дальнейшем поэтому я конечно не уследила но вы обращайте внимание что лучше чуть-чуть не до разбить меренгу чем перевзбить сейчас мы объединим массы увидим здесь у нас небольшая скорость мы просто объединяем массы мы увидим какой нас свет получается и подкорректируем красителем можно использовать натуральные красители но нам здесь нужно совершенно чуть-чуть кто готовил торт красный бархат знает что красный бахат нужен целая столовая ложка краситель это очень много я не люблю из этого красный бархат здесь нужно буквально на кончике шпажки смотрите какой цвет у нас получается покажу сейчас ну конечно камера не передает потому что у меня здесь искусственный цвет и сейчас мы его будем подкрашивать берем краситель буквально на кончике так вот этого не будет достаточно просто вот так вот немножко покрасим массу кстати говоря сейчас расскажу про сухие инвизиенты пока что мы свежим смешиваем муку с разрубителем хорошо смешать это очень важно чтобы не было таких крупных пор нам нужно хорошо смешать сухие ингредиенты есть ошибочное мнение что сухие ингредиенты конечно же лучше поводить руками это неправда лучше всего это делать машина ввиду того что при машинном смесе мы жертвуем намного меньше пузыряками воздуха нежели это делаем очень что у нас уже совершенно приемлемый цвет видите какой у нас был изначальный цвет какой получился сейчас я это дополнительно промешивать не будет дополнительно лопатка я вмешаю когда буду переливать тесто в форму а сейчас вмешиваем сухие ингредиенты никогда никогда я не вмешиваю сухие ингредиенты руками у кого из кем это минимальная скорость даже не единичку кого обычный миксер это самая низкая скорость включаем еще раз хорошо промешаем разрыхлитель и по 1 столовой ложке вводим сухие ингредиенты представьте если на большом производстве делают замес тесто там не знаю на 100 яиц бывает даже на 1000 яиц вы представьте если они будут вводить тесто в тесто муку руками нет конечно с этим для этого и вообще разработаны наши помощники наши машины наши миксеры да кстати в этом успехе нам понадобилось два миксера если у вас один миксер сначала взбиваем сначала взбиваем желтки готовим эмульсию у нас немножко может подождать а потом взбиваем белки кстати мы быстренько справились сейчас только 41 минута мы с вами много разговаривали тесто у нас готово я немножко подниму его со стенок о боже мой как это пахнет если у вас не очень ароматная клубника можно использовать ароматизатор есть и натуральные ароматизаторы клубничные но моя клубника может быть не такая яркая но то что аромат это точно кстати посмотрите какой цвет всего лишь за капельки белочек попал и за капельки красителя и он не выгорает ну конечно есть красители которые выгорают я точно знаю что не выгорает краситель топ декор многие используют его для макарона он вообще не дорогой имейте ввиду еще раз быстренько промешаем замес мы стараемся делать минимальный у меня получился немножко длинный замес потому что я заболталась и упустила белки их чуть-чуть перевзбила и в такую маску нам возят остальные ингредиенты что показываю что у нас получилось наш этап под названием замес теста готов у нас получилось вот такая бисквитная эмульсия из жиров жидкости и воздуха очень воздушная очень приятная по цвету по аромату светятся косточки клубнички красота и следующий этап у нас очень важно это отпекание бисквита почему он важным потому что на этом этапе можно испортить все наши достижения поэтому запоминать отпекаемый бисквит на средний средней высокой температуре здесь мы склоняемся к более низкой температуре потому что у нас есть вкус и ароматическая составляющая клубника нам нужно не потерять цвет не потерять аромат поэтому идеальная температура ну конечно зависит от вашей духовке 170-180 градусов но низкую температуру тоже нельзя использовать потому что влага будет распорять испаряться не ведь неправильно и долго виду чего у нас будет нарушена текстура и структура мякиша он получится более плотным более таким резиновым скажем так поэтому золотая середина 170-180 градусов ориентируйтесь на свою духовку и в идеале именно этот бисквит лучше выпекать двух колечков почему потому что в большом кольце я сегодня буду использовать одно большое кольцо остальное у меня заняты в большом кольце бисквит наш имеет большую составляющую влаги влага будет испаряться неправильно может быть вы видели какая-нибудь бисквита так печешь печешь бисквита в центре он все равно как бы жидкий по бокам уже пропекся в центре жидкий и вот чтобы допечь нам центр наши пока просто высохнутые структуры нашего бисквита получится вообще непонятно какой поэтому влага нам должна испаряться здесь быстро и равномерно поэтому лучше печь в двух кольцах но в этом кольце тоже можно печь но тут очень строго нужно подбирать температурный режим готовим кольцо мы стандартно я беру два слоя танги потому что тесто достаточно жидкое у нас выливаем наше красивое ароматное сочное воздушное тесто и я ставлю на 175 градусов на отпекание знаете проверяемый бисквит им честь два способа проверки это ли тоже 3 то тактильный это сухая шпажка и это щуп если температура мягче 94 градуса бисквит готов если зубочистка выходит из мягче сухая бисквит готов но если тесто хорошо пружинит возвращает форму быстро бисквит тоже готов ну чтобы научиться тактильно определяет готов нужно очень-очень большой опыт честно говоря я сама не всегда могу тактильно определить тактильно бисквит готов на шпажка еще влажная запомните почему шпажка должна быть сухой потому что вся жидкость которая у нас есть бисквите она должна распределяться на две фазы первое это испарение лишней влаги которая нам не нужна а вторая кристаллизация крахмала в нашем муке содержится крахмала они при помощи лаги кристаллизуется образует плотный гель и дают непосредственно текстуру в нашему мякишу текстуру и структуру отправляя выпекается и продолжим с вами внешне для каждой духовке свою 40-50 кто будет печь двух кольцах это время сократиться чтобы нам с вами не ждать 40 50 минут конечно же я приготовилась заранее испекла бисквит сейчас покажу что получается а тот который у наших духовке я вам покажу отдельно в stories буду вот наша темная корочка которая нас как вы уже знаете получилось благодаря соли если вам она мешает ее можно обрезать и внутри у нас видите уже пробовал обрезать такие части вот такой красивый яркий бисквит скорее всего камера не передает свет потому что освещение мне здесь искусственное но цвет нас получается действительно очень яркий сочный красивый вот если обрезать краешки он еще вот такой вот красивый по бокам такой структурный мягкий ароматный прямо смотрю и и любуюсь очень красивый бисквит получается вот что у нас получилось теперь можем поговорить про хранение этот бисквит можно хранить холодильнике в пленке целую неделю либо опять же в пленке в морозильнике два месяца поэтому очень удобным у кого там домашнее производство хорошо поставлен поток испечь сразу три-четыре бисквитика и отправить их мороз в принципе это все что я хотела вам сказать я вижу что было очень много вопросов сейчас я переключу камеру и наверно пообещаемся с вами одну секундочку сейчас пролистаю чтобы ничего не упустить ой как вас много мне так приятно на самом деле это же мой первый эфир марафоне я надеюсь что мне вообще удалось ну что удивить вообще удалось провести ваше время с пользой потому что казалось бы бисквит такая легкая тема ничего не легкая чтобы испечь правильный бисквит нужно поднять процессы которые в нем происходит читаю вопросы читаю вопросы читаю вопросы что именно мы готовим мы готовим бисквит рецепт будет рецепт будет в любом случае будет рецепт отдельным постом и эфир постараюсь я сохранить дофер я сохраню если у меня получится то что инстаграм иногда выбрасывает и многие спикеры вообще проводят безумно классные эфиры здрасте сейчас на работе очень хочется посмотреть прямо на запись вы сохраните до сохраним какой размер формы у меня форма 18 сантиметров и получается на 18 сантиметров четыре вот таких вот толстеньких коржика 18 сантиметров можно брать две формы по 18 сантиметров можно брать ну принципе вот оптимально для этого количество ингредиентов это 18 сантиметров рецепт напишу кто пропустил начало напишу я тут даже не давала граммовки в рецепт точно напишу спасибо большое очень полезный эфир спасибо большое вам что присутствовали с вами на эфире что привели этот час со мной мне безумно приятно мне безумно вообще приятно за интерес к моему марафону потому что это мое детище я его создавала для себя и под себя и нашла здесь только единомышленных единомышленников что вообще очень очень довольна кстати говоря сегодня одела свой китель а он оказался на меня большой тоже такой приятный момент спасибо большое очень так вот так все очень подробно столько физических и химических процессов боже мой вы знаете я конечно старалась максимально вообще изложить все знания которые накопила которые имею но мне кажется боже мой неужели кто-то что-то понял из того что я сказала потому что опыта в каком-то преподавании у меня нету но простым языком я надеюсь помогла вам понять что физически и химически происходит приготовление бисквита очень понятно познавательно спасибо большое это бисквит только для красного бархата нет он вообще это вообще не красный бархат я просто говорю о том что этот бисквит можно использовать как замена красному бархату чтобы не добавлять столько много красителя можно предложить клиенту такой клубничный бисквит потому что красный бархате целая столовая ложка красного красителя вот очень близок мой спасибо вам большое спасибо за марафон здоровый кадр из марафона на здоровье и пожалуйста на самом деле такая отдача дает стимул для проведения марафонов на самом деле вообще вот этот сезон очень-очень познавательно те темы которые подготовили наши спикеры я вообще сама в шоке жду с нетерпением завтра будет нас торт бомба может быть видели на просторах интернета такой кругленький тортик о форме бомбочки шоколадный внутри прям настоящий тортик вот завтра завтра будет эфир по этому тортику поэтому не пропустите сама буду наблюдать смотреть очень интересно вот ну что я запишу конечно же рецепт сохраню этот эфир тайминг у меня был бы ставлен один час в принципе за часик мы исправились сохраню рецептик ну а от вас попрошу приготовить мой бисквит выложить инстаграм отметить меня и на фуд и марафон то есть отмечайте собачкой на фуд собачка love cake марафон и всем кто выложит поделиться своим результатом я подарю свою тех карту на шоколадный медовик с вишенкой совершенно бесплатно вот такой вот приятный бонус от меня можно немного программе марафона марафон у нас построен так если вы у нас на мячок вы не знаете у нас под последним постом у нас есть расписание прямых эфиров это наши спикеры вот в общем ежедневно каждому спикеру есть свое время и наш спикер проводит ему эфир вот сегодня у нас прямой эфир от меня и еще у нас сегодня будет по 3d прянику по моему эфирчик вот все эфиры сохраняются темы можете тоже посмотреть в расписании если какие-то будут изменения там спикер не успевает или еще что-то я всегда это выставляет stories ну и старайтесь конечно присутствовать в прямом эфире потому что очень много случаев было когда безумно интересные эфиры по техническим причинам не сохранялись очень жаль вот в какое время будет бомба бомба будет завтра 13.00 по московскому времени все время указано московская тоже имейте ввиду спасибо большое за мастер-класс большое спасибо вам еще за внимание потому что я думаю что тема скучно и неинтересно но оказывается она вообще не скучно раз столько человек на здесь собралось спасибо большое за эфиры пожалуйста на здоровье вообще в комментариях можете писать комментариях в любых комментариях и все комментарии читаю под любым постом под расписанием под анонсом марафона можете писать �� спикеров которые хотели бы видеть можете за темы которые интересно потому что у нас спикер предложил торт бомба он сейчас настолько актуальность настолько топовый что ну я думаю что вообще будет интересно. Поэтому, если у вас есть какие-то темы, которые вам интересны, то можете писать. Буду приглашать экспертов. Благодарю, что делитесь опытом. Благодарю за сердечки. За внимание. Тоже благодарю. Первый раз с вами. Очень приятно вас слушать. Очень приятно. Большое спасибо за теплые слова. Потому что, ну, я не совсем оратор. У меня еще нет такого опыта. Подскажите и расскажите, как правильно обрабатывать магазинные яйца. Вообще, для обработки магазинных яиц существуют специализированные растворы. Они продаются. Где-то можно их найти у поставщика. Сейчас у нас есть такая палочка-выручалочка, как в Альберис. Там можно вообще найти все, что угодно. Вообще, это специальный раствор. В растворе есть спецификация. И согласно этой спецификации, нужно использовать замачивание, промывание в воде и сушка. Ну, это такой сложный, долгий процесс. Но если вы работаете непосредственно с заказчиком, непосредственно на производстве, а домашнее производство я тоже считаю производством, потому что вы несете свой продукт в массу. И если ваш продукт может навредить, это не есть правильно. Поэтому яйца, конечно же, старайтесь обрабатывать специальными растворами. Есть яйца, которые уже вообще обработаны, по крайней мере, в моем городе, я живу, в городе Гродно, придаются яйца. Они так и называются чистые. Чистые яйца. Вот их уже обрабатывать не нужно. Они уже обработаны. Спасибо, много полезной информации. Пожалуйста, спросите, как правильно. Кстати, про яйца еще. Ну, можно такой из самых простых, банальных домашних способов. Это в сотовом растворе. Просто в теплую водичку добавить соду, отправить туда яйца на 15-20 минут, промыть под проточной водой и такой минимальный, но уже процесс обработки. Вы умничка. Все понятно и очень интересно. Приятно во всем. Обязательно спеку такой бисквит. Ой, ну прям бальзам на душу. Большое-большое вам спасибо. Еще минуточку здесь побудем. И уже буду сохранять эфир и писать рецепты. Напоминаю, что бисквит, который у нас сейчас в духовке, я вам покажу, когда испеку. Конечно, были у меня небольшие заминочки. Допустим, я перевзбила белки, но все это оговорила, поэтому старайтесь соблюдать технологию правильно. Ну и все. Большое спасибо вам за внимание. Большое спасибо всем, кто был со мной. Большое спасибо всем, кто посмотрит эфир еще в записи. Обязательно готовьте. Обязательно расширяйте свой кругозор, потому что кондитерское искусство, не побоюсь этого слова искусство, оно настолько многогранно, оно открывает такие большие перспективы не только для личностного роста, но и какого-то и карьерного, и самореализации. Готовьте с удовольствием. Ваше InnoFood. Жду всех у себя на страничке. У себя на страничке я очень часто делюсь какими-то интересными лайфхаками. Подписывайтесь, всех жду. Всем пока-пока-пока. До скорых встреч. Так.